Коммунальные службы продолжают освобождать дворы от снежного плена. Напомню, в ночь на 14 января в Подмосковье выпало 20% от месячной нормы осадков. На борьбу с последствиями снегопада брошены тысячи людей и сотни единиц техники. Легко ли очистить двор от снега, узнал Григорий Ворванин. Еще не расцвело, а коммунальные службы уже вышли на работу. Борьба с последствиями снегопада четко регламентирована. Спустя 4 часа после его начала тротуары обрабатывают противогололедными средствами. Работы по уборке снега начинаются в течение 12 часов после окончания снегопада. Снег должен быть убран от входных групп, тропиночная сеть очищена, проезды. В последнюю очередь убираются у нас площадки перед контейнерными мусорными баками и детские игровые площадки, спортивные игровые площадки. Если проблем с уборкой снега на тротуарх и у подъездов не возникает, то межквартальные проезды и парковки расчищать приходится гораздо дольше. Одна из главных проблем коммунальных служб во время уборки снега – брошенные автомобили. Их еще называют подснежники. А познать их можно вот под такой большой снежной шапкой. После длительной процедуры автомобили вывозят на специализированную стоянку. Но, как показывает практика, через некоторое время на этом месте может появиться новый подснежник. На одной парковке может стоять до 10 таких брошенок. А каждый месяц из дворов, находящихся в ведении ЛГЖТ, вывозят около сотни автомобилей. В ЖЭО о предстоящей уборке снега всегда предупреждают владельцев авто. Как правило, половина водителей делает вид, что не заметили объявлений. Люди, хотя сейчас и немедленно, но есть определенные трудности в нашей работе. Но, видите, мы максимально все, как по нормативу, в течение 12 часов все мы сделали по всем ЖЭО, по всем адресам. Более 400 человек задействованы и порядка 70 единиц специализированной разной моторизированной техники. По прогнозам синоптиков, снежная погода в Подмосковье сохранится, поэтому борьба за дворы без снега будет продолжена.